Этап второй. Очистные сооружения в деревне Богданиха готовят к реконструкции. В 2016-м были завершены работы по строительству узла метантенков. По сути, это система обработки осадков, получаемых при работе очистных сооружений. Эти сооружения уменьшают количество возникающих на очистных сооружениях осадков. При этом выделяющийся биогаз мы используем для получения электрической и тепловой энергии. Ко второму этапу планируют приступить в этом году. Согласно контракту, за 24 месяца реконструируют первичные и вторичные отстойники и аэротенки. Это сооружения для биологической очистки сточных вод, где загрязнение принимает на себя активный ИЛ. После реконструкции тут изменится все. Тут будут зоны аэрации, будут аэробные, аэробные зоны, то есть с воздухом, без воздуха. Ну, в общем, это достаточно сложно рассказать, потому что система сложная. Тут будут насосные оборудования, будут стоять мешалки. Естественно, вся эта система будет автоматизирована. То есть тут будет очень много датчиков, которые будут постоянно измерять и, соответственно, давать сигнал оператору о состоянии, о том, как идет процесс очистки. Этим сооружениям уже больше 40 лет, хотя работу они свою выполняют. Вода, которую сбрасывают в оводь, соответствует всем требованиям. А после реконструкции, подчеркивают специалисты, будет еще более чистой. Стоимость проекта исчисляется миллиардами. Все это средства гранта. Возвращать их никому не нужно. На тарифе по водоотведению канализации это никак не отразится. Деньги, которые мы получаем по этому гранту, они являются невозвратными и, соответственно, на окупаемость проекта никак это не повлияет. Ну, то есть увеличение тарифа не потребуется. Итогом двух этапов станут полностью модернизированные очистные сооружения на службе областного центра. Есть в планах и третий этап, но удастся ли получить на него финансирование, пока не ясно.